итак дорогие друзья всем привет извиняемся за опоздание в киеве плохая колодия мы обсуждали колодия все итак дорогие друзья все готовы ждем или все же разошлись силы зла просто усиливается сейчас сейчас же все в этом мире в равновесии сейчас так как мы находимся уже перед рожа жена и говорят что в этом месяце иллюль мы сейчас в луле перед рожа жена осталась последняя неделя как бы бог вышел в поле говорится что имеется ввиду что он близко очень к миру да то есть он все приближается как царь такой и обостряются все процессы сейчас обостряются потому что вот кто-то умирает кто-то заболевает кто-то но рождаются понятное дело это было запланировано заранее в общем конец года как бы подводятся все итоги и сейчас вот этот царь царь поле бог он прям ближе ближе а в рожа жена он будет прямо явно проявлен и получается что как мне кажется да как система работает это чисто мой взгляд как как вот по простому что в каждом из нас есть божественное присутствие она в каждом из нас есть то что человека делает человеком это есть вот этот вот божественная душа теперь это божественная душа это это проявление бога но это слабенькое проявление бога такое да когда кто-то там учит тору он бога впускает свою жизнь прям конкретно он все время взаимодействует с богом интеллектуально своим вниманием выполняет то что написано ошевите ошевленных диетомит представляя бога всегда перед собой то это человек он как бы он проявляет себе усиливает это изучение торы заповеди мышления фокусировки это все катализатор и он как бы есть люди которые более с богом да садить они называются но в рожа жена когда происходит смена как бы смена циклов в рожа жена бог проявляется в этом мире он сам приходит он как бы сам приближается к миру да как вот когда там земля летает она то ближе к солнцу то дальше и вот бог в рожа жена он такой ну как будто бы да как бы его проявление больше и проявляется то что внутри у человека как бы оно прорастает это идет как бы усиление того что есть внутри и не бог делает как наказывает злодея в зло злодея наказывает злодея то есть просто внутри больше божественной силы не а там вот я это вчера понял очень хорошо как работает есть история такой закон называется эдим замымим которые свидетели которые замыслили против кого-то зло и и по торе если этот свидетель замыслил против кого-то зло то тогда он ну там например лжесвидетельствует судей и говорит вот этот человек я видел его он он убит он убийца да эти свидетели они против другого замыслили зло чтобы того убили в этот момент приходят другие свидетели настоящие говорят вы не могли этого видеть мы в это время были в другом городе у нас есть доказательства то те которые хотели убить тех лжесвидетели их убивают то есть то что человек задумал зло против другого и так далее она может повернуться против него понятно да идея и вот мы сейчас находимся перед роша шана и сейчас задача максимально очиститься очистить свои мысли убрать весь негатив раскаяться то есть что значит раскаяться это это принять решение какие-то хорошие для себя визуализировать разные хорошие вещи и воскресенье вечером начинается роша шана и этот весь процесс он заключается в том что мы говорим мы знаем что ты царь что бог царь да что ты хозяин то есть царь это как такой хозяин и царь это такой хозяин который он может резко поменять всю ситуацию может убить царь а может наоборот наградить и мы как бы себя пробуждаем ты царь трубим в рог и после этого вся церемония вот как бы в песах мы едим мацу едим мацу и пьем 4 стакана вина это другая совсем тема в рожа шана мы съедаем там по чуть-чуть каждого какого-то вида еды и говорим в этот момент вот в эту как раз ночь да проговариваем специальные как аффирмации современным языком там чтобы мы были в голове не в хвосте чтобы там были заповеди наши полны как как гранат ну там и так далее то есть идет такие прям аффирмации пожелания 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 это как молитвы такие да те кто знают как работают они желают вот эти вещи а те кто не знают не дай бог человек в эту ночь он не знает что эта ночь рожа шана но она же все равно в этот момент работает да как бы это катализатор такой и он не знает что эта ночь рожа шана может в этот момент каких-то там даже на себя ой там не могу, ну не дай бог знаете, иногда человек про себя такие говорит вещи, что ужас, вот так его послушать ну просто, ну думаешь как ты можешь так про себя говорить как ну в общем у меня есть много на эту тему анекдотов я вспомнил детский анекдот, когда когда проснулся капитан и первое, что он скажет, типа это было желание которое исполнится, и он там какой-то про себя сказал, знаете, как у этих капитанов какие-то слова такие якоряку, да, мне там и так далее и оно так и получилось, да, это детский анекдот, я помню сейчас детского сада то есть человек должен контролировать свои мысли, контролировать свои слова, особенно в рожа жена все и особенно, конечно, и в присутствии даже земного царя, знаете, как есть анекдот когда в Беларуси мальчик пришел домой и папе говорит тебя завтра в школу вызывают, папа говорит почему? он говорит, потому что я сказал что президент Лукашенко он преступник и вор папа говорит, отойди от меня совсем незнакомый мне мальчик да, то есть есть ну понятное дело, что иногда и про каких-то людей лучше не говорить плохо, которые как цари хорошо, мы переходим к Мишле к притчам царя Соломона значит, сегодня у нас девятнадцатый отрывок девятнадцатый отрывок и он говорит нам следующее путь путь а цель, а цель это ленивый человек путь ленивого человека тимысухат хедек как плетень терновый вот перевели на русский язык мне это подсказывает как плетень терновый потому что как ну как бы да перевод очень интересный как плетень терновый я бы перевел не так то есть по-простому путь Дерех это широкий путь мы знаем а цель это ленивый человек у которого ну ленится он да, мы все знаем что такое ленится так для него любой путь даже широкий он выглядит как плетень терновый то есть как перегородка с хедек это ну какие-то колючки да дальше в орах ешарим слула а орах это такая просто тропиночка но яшар это человек который прямой который у него внутри все просто простой прямой который полностью с богом так для него даже маленькая тропинка она как слула это как железная дорога как ровная да о чем это говорит это говорит о том что о чем говорил по-моему или Циолковский или там ну приписывает эту фразу многим людям фраза такая что тот кто хочет ищет возможности тот кто не хочет ищет причины что когда человек ленивый то его вот это состояние оно ему подсказывает подсказывает что впереди много опасности что будет тяжело что и он вот все он придумывает себе разные а мы и картины мира, которую он тоже не видит, а сам создает. Это нужно понять, осознать, что вот сидит человек и думает, вот там, как мне тяжело. Это он сказки себе рассказывает. Если он думает, как мне будет тяжело, так он еще больше сказочник, потому что он не знает, как оно будет, может вообще никак не будет, а может будет, когда оно будет, так он уже будет думать о чем-то другом. О, а как мне плохо было, как ко мне люди плохо относятся, там все. У меня сегодня вот интересно, мы сегодня до молитвы обсуждали одну вещь такую, что когда человек становится, у человека есть три мозга. Есть мозг рептилии, это инстинктивный мозг, который управляет его физиологическими процессами. Есть мозг млекопитающего, это мозг, который управляет его эмоциями, желаниями, вот это то, что мы называем, эти два мозга, мы называем ецарара, это чисто животное внутри, злое начало, чисто животное начало в человеке, которое его ведет к реализации только своих животных потребностей, да, это выживать, это, какие еще у животных есть потребности выживать, размножаться и захватывать себе лучшее место в стае. Все, вот это три потребности животного, на которые работают, на реализацию которых работает вот этот вот инстинктивный мозг, он больше на выживание заточен. Мозг млекопитающего, он именно на вот эти три, кайфовать, размножаться, выживать и лучшее место в стае. Есть рациональный мозг, это кора головного мозга, да, это мозг, который, в котором человек может рассуждать, фантазировать, творить, там, это то, что касается такая высшая интеллектуальная деятельность. Теперь, если человек, ее, эту высшую интеллектуальную деятельность загружает туда программа Тора, то у него появляется возможность перейти на уровень своей души, в высшие мира. Но высшие мира духовные, это абстракция. Это не то, что Рамхан начинает, что что мы знаем о духовном мире, что он нематериальный, его нельзя постигнуть органами чувств. Его можно только что сделать, его можно только осознать. То есть ты можешь только в этой высшей рациональной части, ты можешь его осознать, этот духовный мир. Но когда ты его, этот мир, духовный осознаешь, а твое животное тебя ведет в другую сторону, то обычно выигрывает животное. Но какое-то время люди еще могут управлять, да? То есть если человек рациональный, он такой прям учит Тору целый день, у него такой сильный интеллект, он сфокусированный, то он может, в принципе, обуздать свое животное. Но по большому счету, как бы это соотношение, как всадник и лошадь. Даже не лошадь, а слон. Вот сидит маленький всадник на слоне. Вот это вот рациональное мышление над животным. И оно слетает. Когда человек становится уже пожилой, вот мы сегодня обсуждали, там есть у нас один знакомый, ему 96 лет сейчас, и он до последнего времени он был в рациональном состоянии, и он к философски относился. Он уже 96 лет, там, смерть, духовный мир, он ходил, там, читал псалмы, ходил в синагогу. Сейчас вот у него уже бах, и он уже, у него рациональное мышление перестало работать, и у него включился вот этот только страх умереть, страх, и он уже не помнит ни о чем, что там душа не душа, то есть у него осталось только вот включаются вот эти животные функции. Очень сильно. Да, это интересно. Теперь дальше. 20-й отрывок. Идем дальше, 20-й отрывок. 20-й отрывок так идет. Значит, мы закончили, что ленивый, ему все кажется заборами, плетнем терновым, значит, да. А прямые люди, да, им даже любая тропинка кажется прямой и гладкой. Да, оптимисты такие. Дальше, 20-й отрывок. Бен Хахам, Исамах Аф, Уксиль, Адам, Бузе и Мон. Значит, Бен Хахам, Исамах Аф. Исамах Аф. Значит, сын мудрый, который учит Тору, он будет радовать отца своего. А Аксиль, это грешник, который грешит по вожделениям своим, он, это человек, который позорит маму его. Значит, что это значит? Значит, это следующее. Тут есть много значений разных. Первое значение, что человек, когда оставляет здесь, у которого есть сын, то этот сын, он потом, если этот сын, он соблюдает заповеди, если он читает кадиш за отца, то есть делает добрые дела и так далее, это как сетевой маркетинг. То есть он исправляет положение родителей наверху. То есть он ему передает часть своих заслуг, потому что хорошо, что воспитал такого сына. И наоборот. То есть наоборот, сын, который плохой, то он идет против Бога и так далее, то он, получается, может каким-то образом влиять на отца. Есть известная история в Талмуде про известная история в Талмуде про царь Хисиягу. Был такой царь Хисиягу, который был царик, праведник невероятной силы. Да, он был вообще, ну вот, почти Машех, почти он мир исправил. И вот он, значит, царь Хисиягу, как-то к нему приходит, он заболел и лежит при смерти. К нему приходит пророк Ишиягу и ему говорит, прямо эта история в Танахе, в Туре, говорит, у меня к тебе пророчество от Бога, ты умрешь и не будешь жить. Умрешь ты в этом мире, не будешь жить в мире грядущем. То есть у тебя все твои добрые дела, вся твоя Тора, он заставил царь Хисиягу, весь Израиль он заставил учить Тору, даже женщин, детей, всех загнал под страхом смерти в дома учения и установил жесткий такой террор религиозный террор, да, такой прямо всех заставил. И, ну, все были религиозные. А люди такие, они под страхом смерти будут все, что угодно делать. И вот, значит, он, и тут вдруг ему пророк говорит, ты умрешь и не будешь жить. Он говорит, за что? Ему говорит этот пророк, как за что? Говорит, за то, что ты не выполнил главную заповедь. Ну, не главную, а за то, что ты не выполнил заповедь, плодитесь и размножайтесь. Пру урву. Это заповедь первая, которую Бог дал первому еще человеку. Адам решено, что вы должны плодитесь, размножайтесь и населяйте землю. Тут интересно, да, то есть, это же в принципе заповедь, она же животная заповедь, да, то есть, плодитесь и размножайтесь. Зачем говорить, что это заповедь, если это и так заповедь? Ну, если это есть к этому стремление. То есть, непонятно, да? Ну, в общем, царь Хисиягу, царь Хисиягу, я почему не плодился, не размножался, потому что у меня было пророчество, что у меня будет сын злодей. Я не хотел приводить в мир этого злодея. Пророк ему говорит, послушай, твое дело выполнять заповеди, ты в этом мире не для того, чтобы обсуждать и так далее. Бог сказал, что делать, ты должен делать, все. А как будет, это мир принадлежит Богу, он разберется со своим миром. А ты должен делать то, что ты должен делать. Царь Хисиягу говорит, ну, я как-то думал по-другому, но, говорит, раз уже от Бога идет приказ, я, говорит, конечно, я буду плодиться, размножаться, и он сразу такой говорит этому пророку Ирмиягу, говорит, у тебя дочка есть, отдай мне свою дочку в жены, может быть, твои заслуде, мои заслуде, каким-то образом исправят ситуацию, и будет сын не такой злодей. Пророк Ирмиягу ему говорит, говорит, ты вообще уже все, уже не кзира кзира, уже на небе постановление вынесено, я же пророк, я не, ну, не просто так, я там, я видел, что уже, меня Бог послал сказать, что ты умрешь и не будешь жить. А ему говорит пророк Хисиягу, царь ему говорит, у меня я получил предание из дома отца своего, это царь Давид, да, даже если меч уже лежит на твоей шее, не переставай отчаивать, не отчаивайся и не переставай надеяться на милосердие Всевышнего. Да, уже меч на шее, уже есть постановление, но я, буду до последнего, пока я жив, жив, значит, я до последнего момента не остановлюсь и буду делать то, что должен делать. А сейчас я получил приказ плодиться и размножаться. Поэтому я сейчас буду молиться Богу, чтобы я приказ понял, ошибался я, это была моя ошибка, это называется процесс чува, то есть человек в мыслях исправляет все, мотает назад, и он, написано, повернулся к стене, начал молиться, плакать, говорит, все, дайте мне возможность выполнить эту заповедь, все. Значит, выздоровел царь Хисиягу, женился он на дочке пророка Ишиягу. Родилось у них два сына, а два злодея таких, что просто, ну, вообще, злодеи, злодеи, хуже некуда, да, то есть, ну, первое, что они сделали, убили пророка, дедушку убили, да, то есть они, этот царь, ну, один там раньше умер, я про него не хорошо, не знаю, что с ним конкретно было, второй про него хорошо известно, это был царь Минаше, который убил пророка Ишиягу, который весь Израиль заставил служить идолам, который осознанно, не было заповедей Второй, которую бы он не нарушил, то есть он прям конкретно, весь народ Израиля заставил служить идолам, там, ну, творил жуткие вещи вообще, убивал, там, грабил, насиловал, это самые легкие были вещи, которые он делал перед завтраком. Значит, прошло 20 лет, прошло 20 лет, и захватил Израиль, вавилонские цари захватили Израиль и угнали пророка, царя Минаша угнали вавилон. Там вавилоне в тюрьме, он, Хазар Батшува, он стал опять религиозным, он понял, что его путь был неправильный, он получил же тоже, опять же, предание из дома отца своего царя Давида, ну, деда, что до последнего момента не переставая верить в милосердие Всевышнего. И он в тюрьме раскаялся, стал религиозным, вернулся и стал праведным царем. Еще правил 30 лет, исправляя все то, что он сделал, все, что он сделал зло, он все это исправил. Отсюда мы видим, что Хисиягу, его царь, он, в принципе, его папа, Хисиягу, он видел, что он будет злодей, но он видел только на один шаг, он не видел, что будет дальше. А дальше Минаше, он тоже Хазар Батшува, тоже он раскаялся, тоже он для нас урок для всех, особенно перед Рожешина. То есть, это вот такая интересная история про то, как дети, как дети, они, соотношение детей и родителей. И другая есть история, как был первосвященник последний в первом храме, и когда его бросили, Йоханан Коэнгадоль его звали, Йошуа Коэнгадоль, его первосвященник, и когда его бросили в печь, у него сгорела одежда. И тоже написано, что, а почему у него сгорела одежда? Потому что его сыновья вели себя неправильно. То есть, он из печи вышел, но одежда у него обгорела. Почему? Сыновья нарушали где-то что-то, а это на него все равно была какая-то тень. И здесь написано, поэтому нам такая, как закон, сын Хахам радует отца, и вот этот грешник, он позорит свою маму. Понятно, да? То есть, нам очень важно помнить, что мы цепочка в целое звено, в целой цепи такой поколения, которое идет от Адам Лишона, от первого человека, и будет идти дальше. Если ты себя воспринимаешь как вот это вот звено в цепи, ты видишь, вообще вот представьте, сто поколений до вас были люди, которые были похожи на вас. То есть, сто поколений был папа, папа-папы, 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 ну и так, 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 так. И они прошли через совершенно дикие вообще времена. Они прошли через страшнейшие времена, когда, ну, была на улице такая же температура, как в доме, например. Была холодина. Когда были все инфекционные болезни, которые только можно представить, еще чума была. 1300 какой-то год, эпидемия чумы. Умерла треть Европы. Треть Европы. А евреи, например, да, в это время, они делали не телать еда им, там, ну, то есть, были у нас все книги, Рамбам, который написал Мишну Тору в тысячном году, получается, нашей эры, тысячу лет назад, за 300 лет до этой эпидемии чумы. Там целые тома были про Дидиену, да, он был врач фараона, то есть, у нас было все известно про Дидиену. Евреи соблюдали Дидиену и не болели этой чумой. А вокруг народа, у них покосила треть Европы, и в каждом городе мы проезжали Страсбург, сожгли всех евреев. Там, ну, то есть, все города смотрят, все болеют, евреи не болеют. Кто отравил? Евреи отравили. Джжжж, сожгли. Понимаете? И, но если, если вы еврей, например, и вы выжили, это что значит? Это значит, что Бог, именно вашу семью, хранил все эти поколения. Во всех этих страшных перипетиях, там, путешествиях, каких-то погромах, войнах и так далее, то есть, ваша семья, она спасалась. Если это возьмем неевреи, то же самое могут проследить свою семью, и то же самое, было страшно. Монголо-татары, татаро-монголы, какие-то там воины, шведы, дети какие-то, скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, была французом отдана, да? То есть, были, те напали на тех, те напали на тех, те напали на тех, всех косили, резали, как и, а вы, ваша семья выжила. Значит, что это значит? Это значит, что вы не имеете права относиться к себе, как к тому, кто должен прервать эту цепочку. То есть, нужно плодиться, нужно размножаться. И нужно сделать так, чтобы папа радовался, и маму не позорить. Понятно, да, идея? И последнее сегодня, 21-й посуг, 21-й отрывок. Все, мы уже затянули чуть-чуть, 21-й отрывок. Ну, давайте, мы тогда не будем уже его, все, давайте остановимся на этом. Все, мы на этом останавливаемся, подведем итог, да? Первое, давайте подведем итог, что, что, значит, человек живет в иллюзорном мире, ленивый живет в мире плетней терновых, а человек прямой живет в мире прямых, гладких дорог, он верит, что все будет хорошо, и впереди прямая гладкая дорога. Это первый вывод, да? А ленивые живут, ленивые живут в мире, что у них все время будет плетень терновый, который будет им преграждать путь. А второе, что интересное здесь, да, было, что, что сын, он должен радовать своего отца, и, возможно, здесь еще есть одно, одно значение отца, который на небесах, да, потому что Бог, он же это, отец, что на небесах, Авинуша Башамая, и он, как бы, давая нам знания, Тора, да, это, поэтому мы сыновья для Бога, не потому, что физически сыновья, а потому, что мы морально сыновья, да, тот, кто учит божественные заповеди, выполняет их, учит слова Бога, Тору, то он в этот момент становится, как сын, который радует отца, все, радуйте отца, и готовимся к хорошей жене, только хорошей, прям стираем, стираем плохие все мысли, стираем, только чтобы было хорошее, все, желаю вам удачи, здоровья, успехов, благополучия, желаю вам гармонии, богатства, богатства и радости, главное, чтобы было все весело, радостно, и хорошо, все, удачи, успехов, пока.